здравствуйте друзья у нас сегодня тема финансовая такая по дороге к доктору я еду покороче будет значит оглядитесь вокруг вот в вашем окружении много есть людей которые не интересуются банальной вещью как деньги деньги но но много людей которые не интересуются и даже иногда бывает своих нет чужими интересуются ну и вообще как много людей которых денег нет но они с удовольствием расскажут как их заработать добрые люди значит но у нас не не об этом у нас о том что в сша последние вот пару денечков происходят всякие около денежные вопросы слушать и цветение такое невероятно давайте покажу секунду смотрите как цветет вся плаза цветение ну хорошо так вот возвращаемся к финансам первое это то что вчера ну как и положено было федерал резервбэнк еще на четверть процентика значит поднял учетные ставки и существенно даже не это это как бы ожидалось там и все такое уже все то сказать учтено там было во всех делах не никого этим они не не возбудили но очень важно комментарий который там они делают при этом когда собираются они такие комментарии и вот все ждали может быть они скажут что на этот год на 17 2017 планируется четыре раза повысить ставки ставки или только будет 3 как и предполагалось вот изначально то есть насколько их оценка буйности значит рынка инфляции там unemployment безработицы и так далее значит какая у них там оценка не поменялась если она вот в эту сторону тогда бы рынок стал под дело подстраиваться но нет не поменял год 33 значит 3 и даже так они сказали что их задача довести там интерес до 1 1 4 десятых процента учетную ставку до одной десятой четыре процента к концу года и как-то так она на на четверть по четверть процента как бы так вроде не собирается но не суть в общем у нас у нас есть возможности это все будет увидеть о чем это говорит это говорит о том что мы наблюдаем рост экономики мы наблюдаем рост занятости мы наблюдаем инфлян инфляционные тенденции в связи с этим да потому что когда людей не хватает им начинают больше денежки платить плюс там какие-то у нас ну так экономика сказать в боевом настрое то есть все хотят вот там заработать сейчас ожидается что потратятся громадные деньги значит из бюджета там на строительство ожидается на оборонку на стен стенку мексиканскую на не знаю там честь в общем большие расходы да это как бы одна часть соответственно значит доллар немножко интерес растет доллар немножко проседает там тогда рубль дорожает то в подешевевших долларах немножко такая приятная может тенденцию для тех кто в рублям вторая новостишка очень интересная я сказал существенно более важная на мой взгляд состоит в том что республиканцы опубликовали какие-то свои планы по формированию бюджета на следующий год финансовый и там а финансовый год вы знаете он начинается с 1 октября есть есть время обсудить принять там и все такое так вот знаете как бюджет тришкин кафтан да тут отрезал чтобы туда дать и откуда не отрежь а все все кафтан как бы не полный значит вот идея была такая чтобы потратить больше денежки на оборонку и есть такие картинки часа публикуется в какую индустрию больше в какой обрежут там и так далее больше всего значит субсидии там снижаются на сельское хозяйство что ну как бы с одной стороны давно пора с другой стороны это очень давняя такая политика и счет она балансировала как бы да то чтобы рыночные рыночные всплески не вышибли из бизнеса фермеров то что если их вышибить тогда уже след на следующем цикле на следующем витке может оказаться что еды не хватает но производства не хватает в общем я не знаю не берусь судить вообще деньги там очень большие тратятся действительно вот и пишут что там где-то 80 программ я у меня нет сил читать список этих программ где-то 80 программ будут урезаны урезается бюджет и планируется довольно сильно вырезать бюджеты и министерство иностранных дел и кто там еще у них мы но не оборонку да бюджет организации объединенных наций вот то что сша туда вносит и так далее на всякие вот такие помощь иностранным государством вот ну вот нефига у нас теперь америка на первом месте до америка first вот это все в общем и социальные программы в основном то сидеть такая что наверное шумитный он и так бедный вот пусть идет поработает может богаче станет он может быть так они рассуждают я не знаю но вот вот эта часть я-то честно говоря хотел бы видеть какой-то акцент на на то чтобы создать систему но вот то что там когда-то называлось непрерывного образования по-русски да это континент дикейшн повышение квалификации такой перманентно до чтобы постоянно была система повышения квалификации потому что в какой бы области ты не работал все равно устаревает очень быстро все и человек в течение жизни должен постоянно набираться набираться там и так далее я бы конечно хотел видеть вот вот развитие в эту сторону потому что мы видим что пожилые люди ну или скажем так приближающиеся к пожилому возрасту они больше всего у нас сегодня идут на поводу у популистов которые обещают что-то чего сделать все равно не в состоянии но они потерялись в этом мире пойти вышибает то есть вот человек живет живет и вдруг раз и вот жизнь его кончается и что дальше непонятно и как каждый кто приходит и говорит я верну тебе то что у тебя было за него уже голосует есть тут интересное такое есть три штата я боюсь перечитать по памяти не помню очень есть три штата таких очень консервативных очень белых очень небогатых совсем бедных вот они принадлежат того что называется трамп кантри то есть вот такой трамповский контингент такой серьезный они там с большим перевесом голосовали за за трампа и вот выясняется что в этих в этих как раз штатах кардинально выросло количество людей покрытых медицинской страховкой в результате того что ввели обама кирк вот они они бедные там а тут субсидированная страховкой вроде можно себе позволить и так далее и вот вот эти люди голосовали за трампа вот эти казан которые казалось бы вот получили то что им никто никогда не давал но но они хотят больше они хотят лучше они хотят что-то еще и вот по прогнозам то сказать того что будет с медициной там чуть ли не 24 миллиона потеряют страховку вот они первые на выход в этом смысле но да еще интересно пишут что смотрят чьи избиратели при отмене обама кира получат финансовую выгоду больше значит выясняется что больше всего сэкономят денег те кто голосовать голосуют за демократов не не имелось ввиду там по голову поголовно их смотрели осмотрели по тем избирательным участкам где вот голосование в ту сторону или в эту смотрели там на их доходы смотрели как повлияет на них отмена обама кира смысле налогообложения специального и так далее так вот оказывается что больше всех сэкономить тех кто голосует за демократов в частности вот в нашей местности есть 2 2 каунти такие которые почти там 10 процентов сэкономить на этом деле это на севере за сан-франциско там есть такая marine каунти там есть места очень очень дорогие вот и у нас тут вот санта-клара каунти где мы с вами сейчас едем не 10 но там приближается на налогах с этим вот такая вот интересная там штука как-то не посчитали а нет я извиняюсь это наверное не налогом 10 процентов а 10 процентов населения это наверно так 10 процентов населения сэкономит на налогах существенно не 10 процентов налогов это было бы слишком много вот разворачивается некоторая баталия потому пакет по части того что урезать из бюджета чтобы значит потратить на там не только оборонку там гораздо большая часть больший процент роста чем на оборонку это идет на есть такой расход transportation да то есть вот транспортная система я честно говоря не знаю как именно они ведь и transportation деньги тратят но хотят туда дать побольше денег существенно побольше оборонку хотят увеличить процентов на 10 но там зато у них сумма большие так что в оборонке так что вот а где взять ну у бедных можно взять там отчетесь это чё бедные они они на выборы то особо не ходят бедные они на выбор особо не ходят им как-то пофигу все вот так что наверно можно и у них я продолжаю следить и когда что-нибудь такое но выплеснется более детальное вот я отдельно расскажу но сейчас просто как тенденция понятно что у них еще есть время для принятия бюджета понятно что могут быть какие-то изменения там и может может быть даже серьезные изменения мы мы посмотрим то есть там какая-то схватка должна произойти потому что все таки есть демократы без которых как бы им сложно этим заниматься кроме того есть сами республиканцы которые тоже далеко не едины в том на что можно тратить деньги на что нельзя на что можно урезать на что можно вырезать на что нельзя урезать послушайте как цветет давайте я развернул камеру ребята как вам вот такое деревце хорошо весна окей на кремниевой улице на кремниевой долине в кремниевой долине да в общем такие у нас пока дела так что а а